Барашкинский пруд готовится к зиме. Сейчас идет проверка всех коммуникаций. Убирается мусор, скопившийся за лето. Очищается вода, консервируют фонтаны. Чтобы встретить холода во всеоружии, нужен целый комплекс мероприятий. Белых лебедей уже перевезли на зимовку в зоопарк. Елена Васильевская продолжит тему. Осенний холод не помеха для прогулок. Тем более, что дышать свежим воздухом в одном из самых живописных мест города вдвойне приятно, признается химчанка Наталья Назаренко. Вместе с внучкой бывают здесь каждый день. Променад вокруг водоема уже стал их семейной традицией. Бываем мы очень часто. Мы тут растим детей, внучек. Гуляли на коляске. Сейчас после школы просто гуляем здесь. И зимой приходят здесь, катаемся на санках. Днем мы гуляем на лавочках, на барашках. И здесь можно все, что хочешь делать. И гулять, и на санках кататься, и на лыжах. Белые лебеди очень красивые. Они вот красивее всех уточек. Как видите, пары белых лебедей уже нет. Несколько дней назад их отвезли в московский зоопарк. Там для них создали специальный вольер с прудом. Так лебедям предстоит зимовать до апреля. А потом они снова вернутся в Химки. Вывоз лебедей в зоопарк стал первым этапом в подготовке к зиме. Впереди очистка воды и уборка прилегающей территории. За лето здесь накопилось немало мусора. А осенью еще добавилась и опавшая листва. Сейчас у нас проводится работа очистка пруда. Края там грязь, мусор полностью уберем. И также будем зимой очищать сенейкой, дорожкой, чтобы люди могли спокойно проходить. Зимой пруд также не останется без внимания. На месте водоема соорудят открытый каток. Для детей он будет бесплатным. Кстати, уже следующей весной в водоем подсеют мальков карпа и сазана. Ведь последний раз рыбу в них запускали пять лет назад. Пришло время обновить состав. Елена Васильевская, Валерий Алексеев, Служба новостей.